Второй год подряд на детском Евровидении победила Польша. Накануне в Глевице-арене состоялся финал 17-го международного песенного конкурса. Его трансляцию ввели телеканалы Беларусь-1, Беларусь-24, а также сайт медиахолдинга tvr.by. По итогам голосования зрителей и жюри победу одержала Вики Габар, белорусская представительница Елизавета Мисникова на 11-й позиции. Что осталось по ту сторону трансляции престижного шоу, репортаж из Глевице нашего собственного корреспондента Инны Пелевич. Желаю Елизавете победы! Лиза, ты лучшая! В день финала детского Евровидения ей желали удачи лично. Накануне проводить Лизу Мисникову на международный песенный конкурс приехали фанаты, родные, близкие и сотрудники белорусского посольства в Польше. Приехали по порыву такому душевному. Нам повезло, и отходя здесь, можно поболеть за нашу конкурсантку. Тем более, что оптимизм так в душе присутствует, поскольку раньше мы уже имели и победы, и хорошие результаты на подобных конкурсах. Перед эфиром обмен подарками. Всем конкурсантам Лиза презентовала свою промо-продукцию. В фирменном пакете плакат, браслет, пазл, буклет с флешкой и открытками. Мне очень нравится Лиза как артистка. И я правда восхищена ее песней и перфомансом. Она классно держится на сцене. На сцену с песней. По правилам международного конкурса, команда артистки не может сопровождать ее за сценой в гринруме. Поэтому мы болели в делегейшн-баббл у экрана телевизора. Пепельный хит в международном эфире под номером 7. Во время выступления нашу конкурсантку поддерживал балет. Даниил, Иван, Егор и Максим. У каждого свой образ. Вместе за три минуты они рассказали историю о том, что если верить в свои силы, мечты обязательно сбудутся. Я мечтала, я даже не могла представить, что я буду стоять на этой сцене. До сих пор пишут очень большие сообщения, очень много каких-то упоминаний, что очень круто. Самый интригующий момент шоу – подсчет голосов. Выставленные накануне оценки судей суммировали с баллами зрителей. Они, в свою очередь, голосовали онлайн еще с пятницы. Второй год подряд победа у Польши. Успех Роксаны Венгель на шоу в Минске повторила Вики Габар. 12-летняя исполнительница покорила публику композиции «Супергерой». Записать интервью с победителем детского воровения 2019 – тот еще челлендж. Корреспонденты, которых аккредитовалось более 180 на шоу, стремятся максимально оперативно получить комментарий триумфатора. И мы не исключение. Я так счастлива. Я до сих пор не могу в это поверить. Думаю, я буду плакать о счастье до конца моей жизни. Чувствую себя великолепно. Наша представительница на 11-й позиции. Уже завтра Лиза отправится в Минск, делиться впечатлениями от насыщенной евровизионной недели. Инна Пелевич и Андрей Градобоев, агентство теленовостей «Польша». Агентство теленовостей «Польша».